приветствую все зрители моего канала меня зовут марина и сегодня мы с вами будем начинать новый процесс процесс очень интересный в общем давайте вам во всем этом расскажу это будет небольшая работа это будет вот такой вот дизайн цветочный с калибри фирма я так понимаю вот это вот cross cross wing collection это калибри 2005 года на самом деле у этой фирмы этих калибри есть много они выходили по-моему вплоть до 2015 года если я не ошибаюсь но может быть я не все нашла схем этих много с разными дизайнами то есть разные виды калибри скажем так там изображены у меня есть три подобных схемы я получила их в подарок по моему в прошлом году и в этом году у меня дошли руки вышить эту работу в общем дошли бы они у меня еще и в прошлом году но я столкнулась с непредвиденными сложностями вроде как ну мы смотрим да на дизайн работа небольшая то есть не должно быть очень очень сложно в этой работе я уже могу сказать что там две с половиной тысячи крестиков то есть в принципе немного но когда я достала схему и решила готовиться к процессу я поняла что ну чуть не половина схемы вышиваются тремя четвертями креста причем очень часто они вот рядом встречаются в соседних клетках там черно-белая схема короче говоря я поняла что у меня глаза в кучу мне нужен перенабор и обратилась я к своей знакомой которая мне сделала перенабор за что и большое спасибо но это не просто схема здесь состоит я даже не знаю как как отыскать набор не набор короче здесь в первом пакетике лежит схема а во втором пакетике лежит ткань вот такая вот красота ткань ручного окрашивания давайте с вами это все распакуем рассмотрим оно здесь скреплено степлером скобой так вот можно поближе рассмотреть сам дизайн называется он энэс хамминборд 2005 года дизайн здесь в общем-то указано 2005 но я думаю что я буду заменять на 2021 дай бог вышью в двадцать первом вышью тогда заменю такого дизайн это вот штучка она просто приклеена на обложку и в общем вот так вот у нас выглядит ключ бэкстич я так понимаю это вот он у нас он расписан видите он расписан типа на голове птицы таким-то номером на там нагрую груди птицы таким-то номером на глазу таким-то номером то есть описательный бэкстич у нас здесь идет на какой ткани вышита у нас вот это вот калибри на 20 на лне ручного окрашивания 28 каунта который доступен в ближайшем к вам магазине ну конечно да вот у меня здесь рядом с дома наверное как раз продается короче это все нужно будет перечитать посмотреть разобраться вот эти самые три четверти креста которые нужно будет выполнять в общем у нас для процесса нужны 35 цветов ниток димси и вот та самая схема которая меня сбила я покажу вам где-то кусочек и не знаю какой вам показать короче я поняла что пожалуй я подожду перенабора этого всего добра и я его дождалась конечно вот этого всего вот это все нужно будет еще перечитать посмотреть что здесь куда разобраться в общем такой небольшой дизайн но столько сложностей и давайте посмотрим с вами ткань мне кажется что ткань немножко не такая как у нас на отшиве и нужно еще разобраться с тем можно ее стирать или нет здесь написано что вручную окрашенная ткань судя по всему здесь написано что ее можно стирать да что они ее там стирали обрабатывали для того чтобы удалить лишнюю краску и чтобы ее можно было стирать но будем надеяться что так это и есть в общем здесь у нас лен он на такой вот бумажки обычной а четвертой вот такой вот красивейший лен у нас очень пасмурно я не знаю как вам это все дело передается очень красивая ткань в таких розово-голубо-зеленых разводах и ткань мне кажется не это вот посмотрите да это не она здесь ткань какая-то просто салатово-голубая а здесь мы с вами видим и очень много розового очень очень много розового и какой-то даже фиолетоватый очень красивая ткань нужно будет подумать о какой стороной ее развернуть я очень надеюсь что вот это место у нас разгладиться с вами нужно будет посмотреть какой стороной это все развернуть потому что у нас вот основная вышивка идет как бы по низу да в нижнем правом углу а вверх у нас ну не очень большая зашивка поэтому нужно будет посмотреть ну варианта в общем здесь два да первый и второй то есть либо вот так вот либо вот так если честно какой-то принципиальной разницы нет что тут с этой стороны есть такие зеленые разводы сверху что здесь ну то есть особо какой-то большой разницы я не наблюдаю ткань уже обработанная как вы видите опять же это у нас лен такой достаточно податливый окрашенный не знаю как мне будет на нем вышивать как я справлюсь с этим всем оно я сейчас посмотрю по электронной схеме где у нас центр принципе центр у нас находится вот здесь вот вот здесь у нас центр то есть либо недалеко от крыла либо чуть-чуть спуститься вниз и уже вот этот вот листочек наверное я с листочка буду начинать и вот так вот двигаться вышью вот эту потом этот цветок потом саму птичку самое интересное ну конечно да волнительный такой у меня будет процесс но очень интересный у меня таких птичек еще две мне их подарили три разных лет птичек поэтому буду приступать встретимся с вами в следующем кадре когда я уже немножко с этим дизайном побольше разберусь и подберу все нитки и покажу вам уже организацию процесса снова всем привет я уже немножко больше подготовилась к своему будущему процессу и давайте быстренько покажу вам что я здесь делала ну сделала я в общем то не так много я погладила ткань нашла у нее центр вот здесь вот у меня видно вам вот ниточка вышивать буду от центра посмотрим куда он там приходится если я вам уже показывала я могла но у меня сейчас идет неделя стартов и честно сказать я не представляю как люди делают в месяц стартов это я здесь за кадром пытаюсь пока говорю вытащить схему чтобы таки посмотреть где там тот центр я не знаю как люди делают в месяц стартов потому что у меня сейчас четыре дня стартов у меня сегодня четвертый день и я уже на последнем из дыханий то есть ты каждый день что-то кроме того что ты вышиваешь ты каждый день еще что-то гладишь режешь нитки какое-то что-то какое-то режешь какие-то ткани печатаешь какие-то схемы или что-то делаешь какие-то копии короче это что-то это просто что-то но зато потом у меня все мои летние процессы большие уже будут начаты я просто буду в свое удовольствие по велению сердца жонглировать этими работами а у меня все уже будет полностью не просто подготовлено но еще и начато это шикарно мне осталось пережить еще четыре дня и все будет шикарно в общем смотрите схемка и вот центр у нас ага центр у нас вот где-то здесь да вот тут вот у нас центр посмотрим куда я буду считать здесь как бы два варианта досчитать до птички и досчитать до цветка но вы видите до птички тут же пожалуйста четвертинки просто здравствуй просто как дела вот тут же тут же эти четвертинки на меня набросятся и здесь и здесь и здесь и везде ой даже не знаю думала до цветка проще но здесь вот тоже четвертинка с краю короче сейчас буду разбираться явно процесс будет не очень простой явно крутила я вертела эту ткань смотрела как мне ее лучше расположить вот относительно самой картинки но если честно как то то на то и выходит потому что что в этом углу у нас зеленые пятна что в этом то есть ты переворачиваешь и оно получается ну приблизительно так на так выходит я выбрала вот такое вот расположение то есть над птицей у нас будет больше зеленого то есть это так предполагаю что птица где-то здесь будет и вот где цветы там будет что-то розоветь но в общем я не думаю что это очень принципиально в данной конкретной ткани мне кажется это не принципиально вообще взяла рамочку вот арабески видите у меня здесь идеально поместилась ткань хорошо что мне у меня рамок арабески много и мне хватило на все мои процессы еще и осталось правда среднего размера рамочки закончились у меня теперь есть только маленькие либо вот эти вот 40 на 56 такие огромные мне пришлось одну ткань таки дотянуть на 40 на 56 потому что других вариантов не было ну как бы ничего страшного это домашние процессы которые вышиваются дома на напольном станке поэтому ничего страшного никуда таскать я их с собой не собираюсь и конечно же я навесила нитки смотрите какое какое у меня совпадение вот просто как все разовеет в этом кадре не сказать что я специально все это подбирала у меня здесь не было принципиально чтобы у меня хватило всех органайзеров тех цветов которые будут красиво подходить к процессу у меня здесь принципиально было чтобы мне в принципе хватило органайзера потому что на этот процесс ну вроде как небольшой да там 2500 крестиков я думаю ну возьму там органайзер маленький у меня рядом лежит органайзер для одного из будущих процессов вот да возьму вот такой вот маленький органайзер будет мне нормально и каково же было мое удивление когда я давай собирать нитки а там на секундочку 35 цветов вот в этой вот птичке 35 цветов 35 35 ну это много это много короче буду сегодня приступать по идее да 2500 крестиков при скорости в 1000 крестиков в день можно было бы вышить эту птичку за 3 дня но я очень сильно сомневаюсь что я вышью за 3 дня вот просто очень сильно сомневаюсь если у нас здесь действительно 28 каунт то это будет хорошо потому что один из моих стартов был тоже на льне 28 каунта и вроде как нормально мне на него вышивается вроде как вижу я эти все переплетения особо как то не путаюсь на равномерке конечно проще но и на льне не что то прям очень сложное единственное что я слышала что вот эти вот ткани ручного окрашивания они при окрашивании собственно немножко садятся вопрос короче посмотрим посмотрим как это все будет буду сейчас приступать волнительный такой хочу я вам сказать процесс знаете есть такие процессы где ну все понятно в общем вот тебе нитки вот тебе ткань вот тебе схема крест двините вперед или даже не крест двините а там наборы деменшес ну тоже понятно крест полукрест ну то есть как то там более ясно что будет в твоей вышивальной жизни происходить а тут прям загадки тут прям загадки поэтому посмотрим у меня таких калибри еще две штучки кстати я эту схему да отдавала на перенабор я вам рассказывала и не помню говорила я или нет вот здесь где 2005 мы заменили на 2021 я вчера я как то забыла этот момент но вчера открыла схему увидела там 2021 так что у меня нет шансов не закончить эту работу в этом году мне надо вышить там 2021 ну что все пошла я приступать и встретимся с вами когда у меня моя птичка уже ну не знаю будет вся вышита или будет частично вышита бэкстич я наверное буду делать после работы скорее всего тут нет смысла наверное делать его частями в общем встретимся когда я смогу показать вам уже какие-то продвижения ну а всем привет я готова рассказать вам о своих продвижениях над этим дизайном приступила я к нему 10 июня сегодня у меня уже 30 августа и вот так вот за два за три почти месяца за два с половиной месяца у меня было с этой работой грандиозное количество вышивальных дней 4 4 вышивальных дня у меня было и за 4 вышивальных дня я полностью вышила все крестики в работе вот как она смотрится единственное что у нас сегодня пасмурно посмотрим может финальное видео мне удастся все-таки словить немного солнышком вот такая вот получилась работа я думаю вы видите насколько она по центру огромного куска ткани на самом деле у меня тут еще замотана видите вот еще кусочек поэтому и тут вот еще тоже замотана очень интересно будет я сделаю бэкстич и посмотрим с вами как это выглядит вот полностью на отрезе ткани мне кажется что тут такой отрез ткани с таким запасом что тут можно было бы на этом отрезе вышить 2 таких птички так точно нужно будет посмотреть померить но конечно я не привыкла к таким огромным запасам и как-то действительно очень-очень непривычно каких-либо проблем у меня с этой птичкой не возникло да наверное я рассказывала вам в предыдущих кусочках видео о том что здесь очень много трехчетверть крестиков да они здесь действительно есть много если мы посмотрим на работу поближе то вот посмотрите все полностью вот листочки цветочки то есть практически везде по контуру всего у нас есть четвертинки я так подозреваю что по ним потом будет проходить бэк и будет красиво вот здесь вот на хвостике у птички видите то есть полностью все сглажено вот тут вот все сглажено здесь все сглажено то есть ну везде везде все сглажено единственное что я не совсем разобралась вот в этом вот моменте в клюве потому что здесь очень странное что-то изображено на самой схеме сейчас я вам покажу вот так вот как-то кусочек маленькие схемы посмотрите что здесь делается здесь значки которые непонятно как где находятся особенно меня поражает поражает мое сознание вот этот вот значок второй который вообще застрял посредине клеток и вообще непонятно что это такое короче буду смотреть сделаю бэкстич и потом посмотрим о как-то поярче немножко стало а я поняла почему может быть положить белый лист в кадр и тогда будет будут чуть лучше цвета может быть в общем особых сложностей у меня не возникло ну четвертинки и четвертинки я вышивала по перенабору это было легко и просто где действительно мне было немножко сложно это надписи как видите я заменила вот здесь вот внизу как и хотела 2005 на 2021 и посмотрите насколько мелкое это все кроме того я не хотела делать никаких протяжек потому что здесь мне кажется что на отшиве не знаю может быть это мое больное воображение но мне кажется что протяжки ну здесь еще так не сильно вот здесь вот где-то я видела мне кажется что видно здесь нитку хотя ну вот здесь вот точно видно в этом вот моменте и очень многие буквы я крепила отдельно это действительно так каждая цифра у меня закреплена отдельно каждая цифра отдельно не знаю будет ли это видно на изнанке не на изнанке там все настолько плотно через одно переплетение в два сложения маленькие-маленькие аппетитные крестики можно видеть вот по сравнению с зелеными насколько они малюсенькие и конечно же вот эта вот надпись как вам ее показать сейчас париболизм нет походу все равно не влезет вот так вот только здесь тоже многие у меня отдельно если поставить может быть как раз таки белый лист бумаги то будет видно что не просвечивает нигде нитка даже вот этот вот апостров я крепила отдельно не спрашивайте да я закрепила вот этот один несчастный крестик сначала петелькой и в конце как-то под этим же крестиком умудрилась тоже закрепить не знаю как у меня это получилось но как-то получилось и слава богу здесь тоже большинство букв закреплены отдельно и на это ушло много времени на вышивку вот этого вот петитного крестика это действительно долго я ожидала что это будет гораздо быстрее на самом деле нет на самом деле это было не быстро вот можно посмотреть поближе крестики ну конечно после стирки они у нас я думаю еще разровняются нужно еще раз будет уточнить перечитать что там со стиркой этой ткани но по-моему я вычитывала что ее можно стирать мне бы все таки наверное хотелось это сделать здесь я вам показывала есть вот такая вот нотатка нужно будет еще раз перечитать верой правдой мне прослужил мой органайзер очень люблю такие органайзеры мне кажется они вообще фактически самые удобные единственное что конечно в дорогу неудобно с собой брать поэтому и досталось этой работе так мало вышивальных дней потому что я все время где-то разъезжала и брала с собой какие-то миниатюрки то что более удобно все таки ткань ручного окрашивания с собой где-то таскать наверное не самая лучшая идея но в общем я очень-очень довольна сейчас я пойду делать бэкстич я вот сейчас смотрю краем глаза на оригинальную схему и да таки этот бэкстич красивенько будет ложиться на вот эти три четверти креста и мне кажется что будет хорошо и встретимся с вами когда у меня уже будет вышит весь бэкстич и скорее всего когда работа будет уже постирана и нужно будет не забыть померить померить какие же нам запасы ткани по бокам оставил производитель то что внешне это сантиметров десять вот так вот на глаз мне кажется это сантиметров по десять ну проверим самой интересно а так что увидимся с вами уже буквально через секунду прошли еще сутки и я к вам с полностью готовой и постиранной работой представляете с ней даже все хорошо тадам вот так вот выглядит моя готовая работа как я и хотела посмотреть на количество тканей которое осталось вот даже не знаю давайте я вам вот так вот положу посмотрите на это то есть тут ну то что здесь поместится две вот такие два вот таких вот дизайна да ну вот предположим дизайн припуск припуск еще один дизайн припуск припуск ну вот реально они поместятся шикарно конечно птица разместилась у нее прям эти пятизвездочные какие-то апартаменты места гораздо больше чем ей нужно для комфортной жизни но что уже поделаешь она так странно смотрится на таком большом куске ткани такая пим малютка посередине ну в общем уже как случилось так случилось очень довольна я этой работой единственное что то уже при вышивке бэкстича когда я приступила к бэкстичу я обнаружила у себя в работе две ошибки в общем ошибка номер раз ну просто читать надо вот если читать то гораздо лучше может все в жизни сложиться я прочитала про то что здесь на некоторых участках можно еще добавить металлика здесь в птичке видно что кое-где ей добавили вот в самой птичке видите немножко поблескивает вот это вот поблескивает рамочка здесь написано какой металлик вот какой-то мадейра рейнбоу ля 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 но я изначально это я прочитала но я изначально не хотела этого делать потому что не знаю как-то вот сочетание вот этой льняной ткани ручного окрашивания как-то не очень у меня складывалось с блеском не знаю почему может я конечно не права но моя работа поэтому я как-то не захотела но дальше очевидно я решила что читать не нужно а вот это я еще прочитала что вот это отшив который на обложке вышит на вот этой вот окрашенной вручную ткани лен двадцать восьмого каунта цвет фейри ринг ля 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 но вот дальше я читать не стала а нужно было бы потому что из дальнейшего текста можно узнать целых две интересных вещи во первых то что этот дизайн был выше двумя нитками через два переплетения льна исключая буквы lettering то есть надписи номера и глаз которые были вышитие одной ниткой через одно переплетение то есть по идеと здесь нужно было бы вот эти буквы которые я вышила теперь могу вот так вот взять и близко вам поднести вот эти буквы которые я вышила в две нитки через одно переплетение их нужно было вы вышить в одну нитку Через одно переплетение То же самое с цифрами Вот мы можем видеть И то же самое с глазом Но с глазом там вообще все интересно Потому что этот же абзац, если читать дальше Мы увидим вот такую диаграмму глаза На самом деле глаз здесь очень интересно обозначен То есть здесь есть, видите, в глазу два значка Вот этот вот, это белый крестик И пустой И вот этот вот пустой Это и есть вот этот вот Вот его диаграмма Здесь нужно сделать три маленьких пяти-то крестика В одну нить Черных и один белый В общем, я сделала сначала не так Я сделала просто белый крестик рядом, черный крестик Но когда уже делала бэкстич Я переделала И вот что у нас получилось в глазу Один белый крестик И три черных, один маленький белый И потом белым бэкстич поверх Вот такая вот получилась работа Давайте раз уже держу, покажу поближе Много было бэкстича Я вам говорила, сколько цветов А ну-ка Чтобы вы понимали, вот на такую небольшую работу Которую я могу вот ладонью закрыть практически всю В ней использовалось, вы готовы? Двенадцать цветов бэкстича Вот это все Это бэкстич И вы видите, весь бэкстич в одно сложение То есть нет такого, что одним цветом В одно и в два сложения Двенадцать цветов бэкстича Использовалось на вот этой вот маленькой птичке Казалось бы, где? Но есть Ну, правда, эти цвета бэкстича Они использовались совсем по чуть-чуть И как раз вот мы можем видеть те моменты О которых я вам говорила Что благодаря трем четвертям креста Давайте, может, я что-то подвожу Вот так вот Благодаря вот этим четвертинкам Получился красивый плавный бэкстич Видите, везде по всем краешкам По листикам, по цветочкам Такие получились очень красивые сглаженные края Вот это, посмотрите, какой красивый момент Очень мне нравится Это тот случай, когда четвертинки, мне кажется, реально оправданы И очень красиво все с ними смотрится Вот эти вот крылышки Мне кажется, что здорово получилось Конечно, очень красивая сама по себе эта ткань Я вообще в этом сезоне Ушедшем уже, к сожалению У меня сегодня 1 сентября, когда я снимаю это видео Я как-то влюбилась в лен крупный Вот лен 28-го аккаунта Я вышиваю на нем Вышила одну работу Вышиваю сейчас еще одну И это такое удовольствие Мне недавно писали в комментариях Я еще не дошла, к сожалению, до ответа на эти комментарии Надеюсь, что сегодня дойду Мне писали, что Мне кажется, что на льне вышивать все-таки тяжело Знаете, лен, ну, рознь Если речь идет о каком-то мелком льне Это да Потому что я вышивала на льне 30-го аккаунта Где переплетения настолько были близко друг к другу Еще и учитывая то, что Они могут быть немножко разные толщины На льне же есть вот всякие там Бывают утолщения, видите И да, это было сложно Но 28-й аккаунт Это просто То есть тут огромные дырки Ну вот посмотрите Ну их же тут вообще никаких нет сложностей Их видно всех Поэтому если вы хотите попробовать вышивать на льне То я бы вам посоветовала как раз-таки Попробовать крупного льна Вот 28-й аккаунт Это кэшл, по-моему Это то, что нужно Для того, чтобы попробовать вышивать на льне А у нас солнце, посмотрите Давно мы его не видели Вот и оно А эта история с калибри у нас заканчивается Еще одна вышитая калибри за лето Спасибо всем огромное за внимание Удачи вам и творческих успехов Пока!